Начиналась Академия с внимания государства, царя, государыни-императрицы, к искусству России, и в России главное. И на это ничего не жалелось, никаких средств. Хотя трудности были, как всегда, но даже построить такой институт, как наш, Академию художеств, это не так просто было. И тем не менее это было сделано, и у нас мгновенно появились высокоталантливые произведения замечательных художников, и они все, русские художники, вышли из этих стен. Поэтому это храмы, это стены, которые намолены желаниями, страстями, высокими страстями наших великих художников. Стремление постичь высоты европейской школы было постоянным, и эта школа как привилась в России всерьез и надолго, так и продолжается до сегодняшнего дня. И получить эту школу, учиться здесь, получить великий искусств, соблазн великий достичь вершины искусства, с тех пор здесь как вирус живет постоянно. А что говорят традиции? Это опыт великих мастеров. И все остальное самодеятельность, которая не может достичь, и в злобе своей ищет другие пути выражения. Вот ищут они другие пути, ищут, лишь бы не пойти по трудному пути постижения, трудному пути постижения высокого искусства. Сколько бы ни выдумывали, и что бы ни придумывали, я все равно жизнь, и все, что вдохновлено жизнью, оно вечно и прекрасно. В искусстве все начинается с чуть-чуть, и вот без прикосновения автора, без прикосновения руки автора, это не произведение, это изделие. Талант крайне необходим, потому что он все время заставляет трудиться, трудиться. Петр Ильич Яковский говорил, что надо работать постоянно, потому что звездость какая-то там или мысль музыкальная проявится только у того и тогда, когда ты все время в работе, в состоянии труда. Поэтому эти вещи необходимы. Я старался не приумножать зло, живя, работая, общаясь. Почему? Потому что с первых лет взрослой жизни я заметил, как мало люди помогают друг другу и маловнимательны друг к другу. И я себе поклялся, так сказать, ну не поклялся, а так принял для себя, так сказать, как главное. Никогда не закрывать дверь перед тем, кто хочет к тебе войти или попросить, как сказано. И от хотящего просить у тебя не отвращайся.